Фашисты называли его черной смертью, а конструкторы летающим танком. В Самару прибыл легендарный штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны. Дом официально сдан, а тепла нет. Городские власти намерены найти выход из правовой коллизии. Вернуться к историческим корням миротворческой бригаде Центрального военного округа присвоили почетное название «Александрийская». В беге мы едины. 4 ноября, в День народного единства, самарцы приняли участие в легкоатлетическом забеге. Настоящее оружие победы. В преддверии парада памяти в небо над Самарой взлетел легендарный штурмовик Ил-2. Боевая машина провела в воздухе несколько минут и успешно приземлилась обратно. С экипажем военного самолета пообщался наш корреспондент Анатолий Головко. Фашисты называли его «черной смертью», а конструкторы – летающим танком. В Самару прибыл легендарный штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны. Встал на крыло. Сегодня с аэродрома Самарского завода «Авиакор» взлетел самый массовый боевой самолет в истории. Единственный летающий штурмовик Ил-2 провел в небе над городом несколько минут. Его выпустили в далеком 42-м году во время Великой Отечественной войны в Куйбышеве и подбили год спустя, в ноябре 43-го. Во время штурмовки немецкого аэродрома Луастари самолет не получил повреждения от зенитного снаряда. И, не долетев несколько километров до аэродрома, сделал вынужденную посадку на лед. Летчик и стрелок вернулись в воинскую часть. Самолет затонул в озере. В 2012 году боевую машину нашли на глубине 20 метров. Ее благополучно подняли со дна и отправили в Новосибирск, где реставрировали на протяжении пяти лет. Машина — это напоминание подвига, величия наших летчиков и величия наших авиастроителей. Экипаж самолета на аэродроме встречали аплодисментами. Пилот вывел машину на взлетную полосу, и штурмовик оторвался от земли. Члены экипажа уверены, восстановленный Ил-2 может дать фору даже современным самолетам. Самолет в небе чувствует хорошо, полет прошел удачно. Самолет в целом, летчики живы. Увидеть легендарный летающий танк смогут все желающие. Он еще раз поднимется в небо над Самарой 7 ноября во время парада памяти, который пройдет на площади Куйбышево в 12.00. Анатолий Головко, Константин Головин. События. 30 домов в Самаре до конца года должны быть введены в эксплуатацию. Однако новоселы, которые уже пакуют вещи, могут столкнуться с неожиданными трудностями. В некоторых новостройках есть проблемы с подключением отопления. Виной тому законодательный пробел, позволяющий застройщикам сдавать дома с недоработками. Как намерены решать эту проблему городские власти на совещании в Самарской мэрии, выяснила Инга Пеннер. Дома введены в эксплуатацию, но с отоплением возникли сложности. С такой ситуацией столкнулись жители двух самарских новостроек. На шестой просеке Алексея Толстого. Причина тому – правовая коллизия. Градостроительный кодекс не требует от застройщика получать справку из Ростехнадзора о том, что дом готов получать тепло. И компания этим пользуется. По всем документам многоэтажка может принимать новоселов, а по факту – нет. Вопрос об этом подняли на еженедельном совещании в Самарской мэрии. Давайте мы наладим это взаимодействие. И в этой части можно выстроить логику. Мы тогда будем понимать, либо пустой дом, стоит без отопления, бог с ним. Но когда появляются там люди, мы начинаем вот здесь бегать. Я бы хотел вот это, чтобы мы друг друга слышали. Тем более мы на этом уже неоднократно говорили. Берите 30 объектов у нас в одных в этом году остались. По 30 объектам у нас должна быть полная информация, что у них с допусками. Если есть какая-то проблема, ну давайте ее сейчас решать, а не 31 декабря. Разрешение на ввод в эксплуатацию застройщики получают у областного Минстроя. Именно с его представителями городские власти и будут искать выход из ситуации. Елена Владимировна дала нам сегодня поручение проанализировать все 30 объектов, которые у нас будут еще введены до 31 декабря 2019 года, проанализировать на них, получить полную информацию о готовности там энергопринимающих устройств. Тех, по кому не будет у нас понимания, что такая работа застройщикам проведена, что вся документация согласована и уже подана в Ростехнадзор, с такими застройщиками, конечно, будем встречаться на уровне, в том числе и главы города, совместно с Министерством строительства, отрабатывать, ну вплоть до того, что будем их очень настойчиво убеждать оформлять эти документы. При этом придется поторопиться. Именно на конец года строители традиционно оставляют сбор документов. Весной и летом им не до этого. Нужно завершить сами объекты. И потому большинство домов сдаются в эксплуатацию под Новый год. Инга Пионер, Максим Гусев, События. Прикоснуться к традициям и вернуться к историческим корням. Единственной миротворческой бригаде Центрального военного округа, которая базируется в Самарской области, присвоили почетное наименование «Александрийское». На торжественной церемонии побывал наш корреспондент Анатолий Головко. В преддверии Дня народного единства бойцам миротворческой бригады ЦВО вручили историческую копию штандарта 5-го гусарского Александрийского полка. На плацу Рощинского гарнизона собрались военные, ветераны вооруженных сил, участники локальных конфликтов, юно-армейцы, а также представители общественной организации «Бессмертные гусары» в исторической форме на конях. Участников торжественной церемонии приветствовал командующий войсками Центрального военного округа. Мне выпала огромная честь, вручая штандарт 5-го Александрийского полка, прикоснуться к нашей великой истории, быть причастным к возрождению лучших традиций русской армии. С этого дня миротворческая бригада будет носить звание Александрийской. Предки современных бойцов прошли три турецких и четыре польских кампании, а также воевали с Наполеоном, где полк получил свое название «Бессмертные гусары». Мы два года ждали этого момента. Такого случая еще не было в современной истории, чтобы передали исторический штандарт современной воинской части. Хочется сказать слова благодарности это верховного главнокомандующего, министра обороны Российской Федерации, также командующего войсками Центрального военного округа за оказанное доверие нести столь почетное наименование. Теперь копию исторического штандарта 5-го Александрийского гусарского полка будут использовать на всех торжественных построениях с боевыми знаменами бригады. В будущем новая символика появится на шевронах и эмблемах военных. Анатолий Головко, Константин Головин. События. А теперь коротко о других темах дня. С сегодняшнего дня в Самаре из-за работы на газовых сетях перекрыто несколько улиц. Так, с 8 утра сегодняшнего дня и до 15 ноября движение ограничат по улице Сокская в районе дома номер 182 на участке протяженностью 15 метров, а также по улице Серноводская у дома номер 41 на участке в 15 метров. Чуть позже, с 11 до 18 ноября, движение перекроют по переулку Рылеева от дома номер 14 до улицы Степана Халтурина. С 19 ноября до 26 ноября машины не смогут проехать по переулку Рылеева от Ташкентского переулка до дома номер 55 по улице Неверова. С 27 ноября до 6 декабря движение будет ограничено по переулку Рылеева от Нечаевской до Землевольческой. В Курумаче совершил экстренную посадку самолет. Одному из пассажиров на борту потребовалась срочная помощь. 4 ноября «Боинг-752» летел из питерского Пулкова в узбекский Ургенч. Как оказалось, у одного из пассажиров поднялось давление. Как пояснил сам 43-летний мужчина, у него серьезные заболевания. Борт сел в Самарском Курумаче в 14.05 по местному времени. Пассажиры госпитализировали. Судно вылетело в конечную точку в 15.20 по самарскому времени, рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре. В Самарской области экипаж ДПС решил остановить подозрительную машину. 14-я совершила опасные маневры. Однако водитель не стал реагировать на требования полицейских и нажал на петаль газа в пол. После нескольких минут погони, сражи порядка смогли задержать нарушителя. По разговору стало понятно, что 30-летний мужчина находится в нетрезвом состоянии. От прохождения медицинского свидетельствования он отказался. Выяснилось, что мужчина раньше был судим за незаконный оборот наркотиков, а также лишен водительского удостоверения за пьяное вождение. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. В Самарской области полицейские раскрыли разбойное нападение. Преступление произошло в селе Подстепки. 20 октября неизвестный проник в частный дом к предпринимателю. По словам потерпевшего, преступник угрожал ему утюгом, избил монтировкой, похитил деньги, мобильный телефон и личные вещи, после чего угнал автомобиль. Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснилось, что преступник был не один. На улице его ждал сообщник. Правоохранители предположили, что раньше он работал у потерпевшего. Стражи порядка в течение двух суток смогли задержать предполагаемых злоумышленников. 43-х летних жителей Пензы и Тольятти. Раньше к уголовной ответственности они не привлекались. Свой 80-й день рождения отметил Константин Ушамирский, почетный гражданин Самары. С 1963 года он работал мастером, а затем и начальником управления 11-го треста. Позже руководил управлением капитального строительства горосполкома. В 90-х был первым заместителем главы города. Константин Маркович участвовал в реконструкции драматического и оперного театров, в строительстве школ, кинотеатров, больниц, жилых домов. Занимался возведением объектов областного и городского значения. Удостоен высокого звания, заслуженный строитель Российской Федерации. Сегодня почетного гражданина с юбилеем поздравила глава Самары Елена Лапушкина. Студентам Медуниверситета рассказали о первом военном параде, который прошел 7 ноября 1941 года. Он стал поворотным моментом в истории России и в ходе Второй мировой войны. Весь мир увидел, что Красная Армия и Советский Союз полны решимости защищать свою родину до последнего. Парад готовился в обстановке строгой секретности. На западе Москвы шли упорные и ожесточенные бои. Противник находился близко к городу и мог попытаться его сорвать. Большая часть солдат и командиров до последнего не знали, что им предстоит пройти по брусчатке Красной площади. В последний момент было сдвинуто и время начала парада с 10 утра на 2 часа раньше. Участники парада уходили с него прямо на фронт. Всего месяц оставался до контрнаступления Красной Армии под Москвой. Я думаю, это было таким порывом, который обеспечил победу и в дальнейшем. Никто же не думал, что 4 года будет война. Видите, как думали быстро. Но вот этот задел сказался на все годы, на мой взгляд. Я думаю, что он совпадает с мнением многих. Шел отряд по улице, шел издалека. Самарские школьники провели серию мини-парадов под окнами тех ветеранов, которые не смогут посетить парад памяти 7 ноября. Ученики 13-й школы поздравили Веру Аксенову. Фронтовые песни слушал и Андрей Горгуленко. По-воински строго Вера Аксенова принимает мини-парад из своего окна. У ее дома юнормейцы из 13-й школы маршируют строем и поют фронтовые песни. Так поздравляют тех ветеранов, которые не смогут прийти на парад 7 ноября. Для ребят это выступление не менее важное, чем предстоящее на площади Куйбышева. Школьники готовились долго, репетируя несколько раз в неделю. Как признаются сами юнормейцы, поздравлять ветеранов для них огромная честь. После парадной части юнормейцы поднялись в гости к ветерану. Вручили цветы и подарок и стали гостями за праздничным столом. Чай, пироги, печенье и неизменная часть застолья, воспоминания и истории с фронта. Для Веры Аксеновой война началась в Венгрии. Советские войска тогда уже перешли в наступление на фашистских захватчиков. Ветеран служила фельдшером в женском батальоне. Это создавало трудности в бытовом плане, ведь одежды для женщин не было. Выкручивались с помощью подручных средств. Представляете, такое галифе. Это шройки такие. Мы ничего не думали. Ножницы, иголки с ниткой. И у нас получились юбки. Старшина, боже ты, как я буду отчитывать. Отчитаемся, война все спишет. Так вот мы эти юбки себе шили. И же эти галифе. После истории и поздравлений ребята ушли, чтобы продолжать подготовку к параду памяти. Вместе с другими юнормейцами они пройдут 7 ноября по площади Куйбышева. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Джаз как ощущение жизни. В Самаре прошел концерт российского и польского исполнителей, пианистов и композиторов. Даниила Крамера и Павла Качмарчика. Помогать ли классическое образование импровизации в нашем сюжете. Российское и польское прочтение джаза на одной сцене. В Самарской филармонии прошел концерт «Пиано-4». Его идея принадлежит именитому российскому пианисту и композитору Даниилу Крамеру. Он пригласил принять участие в совместных выступлениях по России известного польского музыканта Павла Качмарчика. Даниил Крамер говорит, сейчас эта страна один из основных генераторов новых идей для джаза. Сказываются традиции европейской культуры, при этом четко сохраняется самобытный характер. Формат вечера и одиночные выступления пианистов, и совместные импровизации. Я собираюсь противопоставлять свою манеру игры его, и это то, что надо, потому что каждый должен идти по своему пути. И разница между музыкантами, разница в слухе, в ощущении, в мировосприятии – это то, что дает наслаждение вашим душам. Даниил Крамер рассказывал, получил классическое музыкальное образование. В джазе, который ломает стереотипы, чувствуется почерк пианиста – отчетливые оттенки классической музыки. Павел Качмарчик, в свою очередь, сплетает воедино самые разные традиции. Это и интерпретация польских мелодий, и виртуозно вплетенные в ткань музыки заимствования из других жанров. Польский пианист играет экспрессивно, полностью вживаясь в звук. Совместные же номера пианистов – это и дружеское творческое подначивание, и вдумчивый музыкальный диалог. Публика рукоплескала музыкантам после каждого произведения. В свое время пластинки были самые интересные – польский джаз. Это такой серьезный, но я говорю, они на уровне американского. То есть, даже, мне кажется, лучше, чем французские джазмены. Поляки всегда отличались. Мне очень нравится. Успех выступления Даниила Крамера в Самаре всегда просто поражает. Потому что с какими концертами, тем более об элементах, филармонии он не приезжал. Всегда полный зал. В Самарской филармонии пройдут еще два польских джазовых вечера. На них также выступят известные музыканты из Польши. Елена Малютина, Семен Безгинов, Григорий Пляшаков. События. В Самаре прошла Ночь искусств. Все музеи и библиотеки города работали допоздна. Везде подготовили уникальные программы. Мария Левина прошла ночной квест на знание советского кинематографа в музее Ильдара Рязанова. Квентин Тарантино стал главным героем Ночи искусств в музее Ильдара Рязанова. Гостям показали подкаст о нем. Это аудиоистория, похожая на радиопередачу. В ней раскрыли секреты мира кинематографа. То, что обычно остается за кадром. Такие подкасты музей будет готовить о разных режиссерах и выкладывать в сеть. Это будет что-то вроде электронной библиотеки. Мы хотим громко заявить о наших подкастах, о том, что они интересны. Они посвящены не только исключительно Ильдару Рязанову или советскому кинематографу, но и всему мировому кинематографу в целом. Это, конечно, более удобный формат, потому что не всегда у всех есть возможность читать тексты, а как раз слушать и в том числе включать в качестве фона. Допустим, человек едет в машине, в транспорте у него есть возможность, соответственно, включать эти материалы или по ходу каких-то занятий, которые не требуют большой сосредоточенности, там, не знаю, бытовые, домашние дела. Все это можно прослушивать в тот момент, когда читать, разумеется, не получается. Помимо лекций, обсуждения для гостей приготовили и активности. Каждому, кто пришел в музей, дается вот такая карта, где именно искать следующую подсказку киновикторине. Приобщиться к прекрасному в этот вечер решил Иван Галкин вместе с друзьями. Молодые люди, будущие инженеры, в повседневной жизни учатся собирать важные детали и работают с чертежами. Но и культурная жизнь парням не чужда. Посмотрели программу, увидели, что там будут несколько интересных лекций, квест, и решили, что нам это будет интересно. Изучение каких-либо отраслей искусств – это как хобби. Подсказки для разгадки квеста находились по всему музею. Тема – мир советского кино. Фильмами Рязанова авторы не ограничились. Наша съемочная группа тоже решила проверить свои знания. Мы нашли новую подсказку, а это любимая всеми ирония судьбы. Ключ к ответу во фразе главного героя. В этот момент в фильме зазвонил звонок. И вот мы уже понимаем, куда идти дальше. Отгадать предложенные загадки под силу лишь истинному киноману. Мария Левина, Григорий Пелешаков. События. О, спорт и мир. В Самаре прошел легкоатлетический марафон «В беге мы едины», посвященный Дню народного единства. Он закрыл летний сезон самарских марафонов. На старт вышли около 2000 бегунов из 100 городов России. Впервые в программу соревнований включили и скандинавскую ходьбу. Спортивным духом пропитался и Андрей Горгуленко. Заслуженная медаль на шее. Обсуждение забега сразу на финише, по горячим следам. Позади дистанция в 3 километра. Юрий Сизаненко бегом серьезно увлекся пару лет назад. Теперь в спортивной форме его можно видеть и летом, и зимой. Вместе с коллегами по работе он не пропускает ни одного самарского легкоатлетического старта. Организация с каждым стартом становится все лучше и лучше. Это заметно. И видно, что организаторы принимают, слушают участников и делают подвижки в нужную сторону. Легкоатлетический праздник в «Беге мы едины» стал шестым в серии забегов «Волгомэн». Дистанцию для себя мог выбрать каждый. Для детей старт на 600 метров. Для начинающих самый массовый забег на самарскую милю в 1586 метров. Для опытных бегунов 3 километра. Для профессионалов 10 километров и полумарафон. Впервые в программе появилась и скандинавская ходьба. Вид спорта, который стремительно набирает популярность в Самаре. В «Беге мы едины», как и заявляет название, старт в первую очередь не соревновательный, а объединяющий. Поэтому памятные медали получает каждый финишировавший. На каждом забеге серии «Волгомэн» в этом году участникам дают медали со специально разработанным дизайном. Ко дню народного единства на медали изображен князь Засекин. Те, кто выходил на каждый старт в этом году и собрал коллекцию из шести медалей, награждаются еще одной – бонусной медалью почетного легкоатлета. Все массовые старты поддерживаются и городской администрации. То, что мы с вами отмечаем этот праздник на спортивных площадках, тоже достаточно символично. Спорт всегда объединял людей. И сегодня, конечно, я хочу пожелать вам успехов на выборных вами дистанции, замечательно провести время и в дальнейшем всегда принимать участие во всех спортивных мероприятиях. С праздником, друзья! Всего в легкоатлетическом празднике участие приняли 2000 человек из 100 городов России. Организаторы верят, что это не предел, и с каждым следующим годом география и количество атлетов будет только расти. И скоро не нужно будет перекрывать дороги ради забегов, потому что каждый самарец выйдет на старт. Андрей Горгуленко, Григорий Прешаков. События. По факту гибели стюарда во время матча «Крылья Совета Фрубин» может быть заведено уголовное дело. А спецкомиссия и премьер-лиги разбирается в причинах массовой драки фанатов. А вот на поле все прошло мирно. Встреча закончилась со счетом 0-0. Сергей Кизоркин расскажет подробнее. Главное шоу на матче «Крыльев Советов и Рубинов» состоялось не на поле, а на трибунах. Фанаты обеих команд подрались в средневековом стиле, стенка на стенку. Подогревала страсти нецензурная брань. Во время инцидента произошло и еще одно ЧП. Скончался один из волонтеров. Когда причину смерти установит экспертиза, может быть заведено уголовное дело. А пока семь участников потасовки привлечены к административной ответственности. Спецкомиссия премьер-лиги разбирается в случившемся. Клубы «Крылья Советов и Рубин» ждут штрафные санкции. А вот футболисты противоборствующих команд разошлись миром. Матч «Крылья Советов и Рубин» закончился в ничью 0-0. Этот результат позволил самарской команде подняться на одну строчку вверх по турнирной таблице. И теперь они седьмые. Рубин скатился с девятого на двенадцатое место. Есть моменты у нас. Но это самое главное, что есть моменты и голи придут. Яркая игра, да. Всем очень важны очки. Таблица очень плотная и каждое очко это очень важно. Два-три момента было на концу. Тимофей попал в предкладину. Не было удачи. Думаю, очко хорошо. Что говорит Юрий Палич? Забрали очко – это шаг, период. Очередной матч в премьер-лиге «Крылья Советов» проведут в субботу 9 ноября. Соперник – московский «Спартак». Игра пройдет на выезде, как и следующая с ЦСКА. На зимние каникулы «Крылышки» уйдут в начале декабря. До этого сыграв два домашних матча. 30 ноября с Уфой и 8 декабря с Уралом из Екатеринбурга. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара Гиз» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин